Разыграли на аукционе. Участки недр в Ненецком округе достались «Газпрому». Не сокращая темпов, нефтяные компании региона выполнили план подобычи на 48%. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Правительство России передало «Газпрому» права на Ваневийске и Лаевожске участки недр, расположенные в Ненецком округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Кабинета министров. В сопроводительном письме к нему отмечается, что участки переданы по итогам аукциона. В нем также участвовали «Роснефть» и «Лукоилкоми». Права на разведку и добычу углеводородного сырья на этих участках переданы «Газпрому» на 20 лет. Теперь компания-недропользователь должна в течение двух лет подготовить и утвердить проект разведочных работ. В течение пяти лет выполнить эти работы. В течение шести лет провести пересчет запасов углеводородов на основе анализа результатов разведочных работ. В течение семи лет подготовить и утвердить проект первой стадии разработки месторождения. Обустройство и ввод месторождения в первую стадию разработки должно быть осуществлено недропользователем в течение 11 лет со дня государственной регистрации лицензии. Напомню, Ваневийский и Лаеворский участки недр расположены в северо-западной части большеземельской тундры Нау. При этом запасы Лаеворского месторождения оцениваются почти в 10 миллионов тонн нефти и более 140 миллиардов кубометров газа. Потенциал Ваневийского участка оценивается в 6,5 миллионов тонн нефти и 85 миллиардов кубометров газа. Добыча нефти в регионе в первом полугодии выросла более чем на 10%, сообщает Росстат. В январе и июне в Нинецком округе добыто 7 миллионов 800 тысяч тонн нефти, включая газовый конденсат. Таким образом, за 6 месяцев годовой план добычи выполнен на 48%. В 2016 году нефтяные компании, работающие в регионе, планируют добыть 16 миллионов 352 тысяч тонн нефти. Отмечу, что в прошлом году объем добычи составил чуть больше 14,5 миллионов тонн, что на 6,5% больше, чем в 2014 году. Администрация округа утвердила величину прожиточного минимума в регионе во втором квартале текущего года. Сегодня он составляет 19 493 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 20 270 рублей, для пенсионеров 15 821 рубль, для детей 21 076 рублей. Напомню, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам. Он рассчитывается на основании стоимости потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения округа, а также расходов по обязательным платежам и сборам. Архивные данные жители НАУ смогут получить, не выходя из дома. На портале государственных услуг запущен сервис по предоставлению данных из окружного архива. Таким образом, жители НАУ уже сейчас могут отправить по интернету заявление на восстановление утраченных сведений и документов. В результате запрашиваемая информация будет предоставлена в виде архивной справки, выписки или копии документа. Юридически значимые документы, необходимые для предоставления в иные инстанции, граждане должны будут забрать очно в многофункциональном центре или архивном отделе. Прочая информация может быть направлена гражданину в электронном виде. Как пояснили в Управлении информатизации и связи аппарата администрации НАУ, в перспективе услуга будет автоматизирована полностью, что позволит жителям региона получать все итоговые документы в электронном виде, не выходя из дома. В 2015 году за запросами в архив обратилось 512 жителей округа. Чаще всего заявители обращаются в архив аппарата администрации за информацией о своей заработной плате, стаже работы, выделении земельного участка, социальных льготах и наградах. О северном завозе, ремонте и делах насущных. Наша съемочная группа побывала в Хангурее и узнала, чем живет деревня в летнее время. Пляжи будут, но в следующем году. Соответствующие рекомендации получили муниципальные образования региона. Более 230 детей из НАУ прошли оздоровление на Кавказе. Завершилась вторая оздоровительная смена для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего индивидуальной программы лечения в санатории прошли 236 детей из Нарьинмара и других поселений округа в возрасте от 7 до 16 лет. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей, а также дети-сироты, находящиеся под опекой или на попечении, в этом году отдыхали в городе Железноводске в детском санатории имени Крупской, входящем в состав Северокавказского федерально-научно-клинического центра. В течение двух смен их сопровождали педагоги, представители соцзащиты, также представитель окружной межведомственной комиссии по контролю за детским отдыхом. Кроме проживания в путевку входило пятиразовое питание по утвержденному и согласованному с Роспотребнадзором меню, а также лечебно-диагностические процедуры. В числе медицинских услуг, которые оказывались детям по индивидуально назначенным врачами схемам, вошли физиотерапевтические процедуры, а также лечебная физкультура. Средняя стоимость одной путевки на одного ребенка составила 25 200 рублей. Муниципальным образованием региона рекомендовано организовать пляжи на территории НАО в 2017 году. Обустройство мест для отдыха вблизи водоемов позволит предотвратить несчастные случаи. К такому выводу пришли участники рабочей группы, созданной при Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты НАО. В числе новинок от турцентра – однодневный или двухдневный водный маршрут к Дедовским озерам, где можно полюбоваться природой Ненецкой тундры, порыбачить и заняться сбором дикоросов. Как рассказали специалисты Центра туризма, изначально маршрут тестировали как конноводный, но практика показала, что лошади не готовы передвигаться по тундре с седоками. Доставка групп будет проходить на резиновых моторных лодках. Для туристов с большой земли разработан трехдневный тур на реку Белая. Турпродукт включает радиальные пешие прогулки от места стоянки в районе реки Белая, спортивную рыбалку, а также знакомство с Нарьинмаром. В Центре арктического туризма рассказали, что заинтересованность этим маршрутом уже есть. В группе из семи человек средняя стоимость путевки на каждого составит порядка 100 тысяч рублей. Две трети стоимости определены транспортными расходами на вертолет до Каменного города. Более 80% от запланированного объема дизельного топлива доставлено в поселение Неницкого округа. По данным руководства Севержилкомсервиса, компания по опережающему завозу топлива идет в соответствии с графиком. Уже сегодня всеми видами топливно-энергетических ресурсов на предстоящую зиму в полном объеме обеспечены Харута, Харивер, Нись, Коткино, Щелина, Лабожская, Тошвицка, Пылемец, Воланга, Чижа, Шойна, Киевы, Учейские, Нижняя Пеша и Припечерские села. Среди них деревня Хангурей. Там побывала наша съемочная группа и посмотрела, чем живет поселок в летнее время. Доставлять свежий хлеб к столу жителям Хангурея – ежедневный ритуал для Ивана Орочева. Пекарня для него и работа, и, можно сказать, семейный бизнес. Десять лет пекарь с супругой Светланой снабжает выпечкой небольшую деревню. Ежедневная партия – до 70 буханок белого и черного хлеба плюс сдобная мелочь. Кроме того, раз в неделю выпечка отправляется в Каменку. Там нет местной пекарни. Свою работу супруги любят, несмотря на тяжелые условия. В первую очередь это касается здания. Брущатому строению больше 50 лет. После ремонта в 2008 году видоизменился только цвет здания. Все остальное быстро пришло в негодность. Это после ремонта, не в долгие, вот это стало. И тут лампа, вот это я бы иду к потолку. Тут их сели кругом. Мы здесь затыкали, вот тут ватки-то. А зимой как здесь? А зимой холодно. Поэтому в декабре уже дорабатываем и ходим в отпуск. Когда пекарня закрывается, люди привозят хлеб из Наринмара, что в 50 километрах от деревни, либо пекут дома. Как оказалось, в ремонте нуждается и здание Дома культуры. За красочной внутренней отделкой скрываются ветхие конструкции. Если потолки будут шататься, это может упасть. Когда был ремонт в последний раз? Ремонт? Ой, давно, очень давно. Несмотря на это, Дом культуры востребован у населения. Сюда приходят на дополнительные занятия и просмотр мультфильмов «Дети», репетируют творческий коллектив «Весёлые соседушки». По праздникам жители приходят на концерты и дискотеки. Как говорит рабочий учреждение Виктор Шевелёв, ремонтировать здание смысла нет, только деньги на ветер спустишь. Надо строить новое, а это, опять же, неэффективно. Посёлок маленький, население в основном среднего и старшего возраста. Так что пока люди довольствуются тем, что есть. А работы в деревне действительно не так много. Школа, сад, колхоз оленеводы. Олени много? Оленеводов много? Нет, у нас два стада. Немного, наверное, человек 12 может. Стараются люди, молодые люди, уезжать, потому что нет работы. Перспективы никакой нет. Начальник отделения Почты России Надежда Канева говорит, что родители всё чаще уезжают вместе с детьми в город. В Хангурее школа только начальная. За средним общим образованием надо ехать в Оксино. Не каждая мама вынесет разлуку с ребёнком. Детей в деревне осталось немного. Десяток в детском саду и девять в начальной школе. На лето учреждения закрывают и приводят здания в порядок. В этом году сотрудники школы и сада сделали косметический ремонт. Старенькие здания поддерживают в рабочем состоянии своими силами. Так что в новом учебном году дети будут учиться в обновлённых помещениях. Уже завезено и необходимое топливо – дрова, уголь, дизель. В период навигации его завозят в полном объёме, чтобы хватило на весь осенний-зимний период. Ну а пока он не наступил, люди рыбачат, ходят за ягодами, грибами и ухаживают за уютными огородами. Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Летние и зимние – однодневные и трёхдневные. В регионе разработали новые турмаршруты для жителей и гостей города. На DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу. Улица Ленина, дом 25А. Телефон 2-17-17. Центр арктического туризма разработал 18 маршрутов для жителей и гостей Нениского округа. Шесть направлений ориентированы на летний отдых, остальные 12 – варианты зимнего отдыха. Подробно о новых турпродуктах в программе «Актуальное интервью» рассказал начальник отдела продвижения и реализации турпродуктов Центра арктического туризма Алексей Бажуков. Одним из самых востребованных зимних турмаршрутов для гостей с большой земли, по словам эксперта, станет поездка на Северный Тиман. Ее география в этом году заметно расширена. В том году она ограничена была у нас Нижним Каменным городом и Каньоном Большие Ворота. Сейчас мы забрались уже достаточно далеко. Верховье Белое, все это на снегоходах, все это по нехоженным, нетронутым, так скажем, цивилизацией, тропами. Вот, помимо этого, сейчас говорить стоит уже о летнем сезоне, который практически у нас завершается. Но вот раскачались мы вот сейчас, почему говорю раскачались? Потому что организация и создание туристского продукта это, ну, емкий комплекс. Тем более мы организуем безопасный и стараемся делать качественный туризм, поэтому в первую очередь тут рассматривается безопасность. Мы неоднократно, прежде чем его запустить, сами его проходим, сами его прорабатываем. Где-то потом, впоследствии, организуем пресс-тур для информационного освещения этого маршрута. И только после этого мы, наверное, уже будем готовы вести по нему людей. У нас есть, конечно, так скажем, уже некоторая база наших постоянных клиентов, которые просят опробировать новые маршруты на них. То есть они готовы. Порой они даже не знают, что их толком-то на самом деле ожидает. Имеют некое представление, но что на самом деле на выходе будет, толком не понимают. Но по возвращению это всегда огромный шквал эмоций и слова благодарности. Сейчас вот на летний период мы запускаем, ну, новый, не новый, это район реки Куя. Вот. Он достаточно простой, доступный и в большей степени, конечно же, ориентирован на наших граждан Нинско-автомного округа, на наше население. Почему? Потому что это принцип тура одного дня. Одного дня или тур выходного дня, как еще его назвать, если он, допустим, с ночевкой. Однодневный или двухдневный водный маршрут в районе реки Куя к Дедовским озерам рассчитан на группу из четырех человек. Туристическая поездка позволит полюбоваться природой Нинницкой тундры, порыбачить и заняться сбором дикоросов. Как рассказал Алексей Бажуков, изначально маршрут тестировали как конноводный, но практика показала, что лошади не готовы передвигаться по тундре с седоками. Доставка групп будет проходить на резиновых моторных лодках. Здесь нету места серой грусти и нету времени для скуки. Вы приезжайте в гости в Устье, где солнце тянет к людям в руки. Это строчка из песни, которую посвятили маленькой деревушке недалеко от столицы региона и 14 ее жителям. В юбилейный для Заполярного района год в гости к Устьянам с песнями, плясками и угощениями отправились близкие друзья и соседи. В праздничном караводе закружилась и наша съемочная группа. На импровизированной сцене по дружелюбным грибным дождиком в центре небольшой, но славной деревушки развернулись грандиозные гуляния. Для жителей выступили близкие соседи и друзья из социально-культурного центра «Престиж», солисты вокального ансамбля «Соловейка» и ребята из образцового ансамбля «Лошкари-Ладушки». Всего 14, но зато какие! Речь идет о жителях. По большей части эту необычайную по красоте деревушку населяют люди пенсионного возраста. Но возраст, как известно, достояние. Так, попов Алексей Петрович в этом году отпраздновал 60-летний юбилей совместной жизни со своей супругой, имея четырех детей, девять внуков и аж 14 правнуков. Родина этого нестареющего душой человека – первая столица Заполярного района Пустозерск. Но уже на протяжении 62-х лет он живет здесь. Уже совсем скоро, 10 сентября, здесь снова развернутся гуляния. В этом году День Пустозерска решено проводить именно в Устье. А пока, чтобы достойно встретить всех гостей, уже совсем скоро ребята из волонтерского лагеря будут облагораживать территорию и готовить площадки для выступления творческих коллективов. Деревня Устья находится очень рядом с Пустозерском. Она еще существующая, есть население. И вообще Пустозерск и Деревня Устья в свое время были неразрывно связаны. Их так иногда и называли – Усть-Городецкий или Усть-Городок, что подразумевало, что это и Пустозерск, и Устья. День Пустозерска, как памятная дата Ненецкого автономного округа, был утвержден в 2012 году для сохранения памяти о первом русском городе за Полярным кругом, который сыграл большую историческую роль в освоении и развитии северных территорий России. Это событие отмечается ежегодно в 3 воскресенье сентября, а в 2015 году его празднование растянулось аж на три недели. Напомним, в этом году праздничные мероприятия развернутся 10 сентября в деревне Устья. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте, адрес тыркосевер.ру. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова